Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим партии заключительного 9 игрового дня супер турнира серии Champions Chess Tour под названием FTX Crypto Cup Первого турнира в истории шахмата, где помимо гарантированного призового фонда в 220 тысяч долларов, являются также дополнительные 100 тысяч в криптовалюте, в биткоине То есть таким образом призовой фонд разрастается до каких-то немыслимых 320 тысяч долларов, что конечно является огромной суммой для интернет-шахмат Ставим лайк до начала обзора, это позволяет видео продвигаться в рекомендациях И давайте смотреть заключительные партии второй части у нас получается матча за первое место и матча за третье место Сегодня мы с вами узнаем весь расклад и кто какие места занял, весь пьедестал почета, кто сколько денег получил и так далее Сейчас на ваших экранах вы видите результаты участников первого мини-матча, финала и борьбы за третье место И так как счет равный и Магнус Карлсон с Уэсли Со и Ян Непомничий с Тимуром Раджабовым сыграли в ничью со счетом 2-2 То сегодня как бы все начинается заново и сегодня же все решится Если игроки вновь сыграют в ничью, то у нас будут сыграны две дополнительные блиц-партии И если и в блиц-дисциплине будет ничья, то нас ждет партия смерти Армагеддон Начнем смотреть игру с противостояния российского гроссмейстера Яна Непомнящего и азербайджанского гроссмейстера Тимура Раджабова Ну и во второй игровой день все-таки они решили сыграть Решили сыграть в шахматы, а не устраивать клоунаду и цирк Но здесь я могу лишь оправдать игроков тем, что первый день как бы никому и не нужен Он никакого особого значения не имеет Именно поэтому, я думаю, Ян Непомнящий и Тимур Раджабов демонстративно быстро расписали 4 ничьи Решив перенести всю тяжесть борьбы на решающий второй день Итак, b3 играет Ян Непомнящий и неожиданно Тимур Раджабов отвечает симметрично b6 e4 слон b7, конь c3 g6, слон b2 слон g7, d4 e6, h4 играет Ян Непомнящий Прекрасно понимая, что Тимур Раджабов решил разыграть защиту у Ителки Или еще называют ее на западе Red Defense То есть, что в переводе означает крысиная защита Вот такое вот любопытное название Итак, h6, конь e2, d6, ферзь d2, конь d7, 3, 0 и конь e7 Вот таким вот образом черные расставляются, несмотря на любые ходы белых Получается достаточно крепкая структура у черных После король b1 a6, посмотрите, пешки контролируют абсолютно все поля на пятом ряду И действительно белым тяжело пробраться через вот эти вот оборонительные редуты Ян Непомнящий играет h5, g5, g3, b5 И дальше начинается долгая маневренная игра То есть, какие-то все-таки поля в результате начинают ослабевать В частности, пункт на поле f5 И мы с вами увидим, что, забегая вперед, скажу, что именно этот пункт станет решающим в этой борьбе Итак, fe, d, e, ладья f1, рокировка смело Тимур Аджабов рокирует Слон бьет d7, конь бьет d7 g4, и вот прекрасное поле f5 Куда вскоре поскачет белый конь Слон c8, поэтому Тимур Аджабов вынужден практически ставить своего слона На защиту слабого поля Конь g3 и конь c5 После конь бьет c5, ферзь бьет c5 У белых есть, конечно, угроза вторжения коня в 5 Но в этом случае черные всегда готовы перейти в тяжелое фигурное окончание Ладья f6 Играет Ян Непомнящий, нападая на пешку на поле h6 Отдавая пешку на поле g4 Но понятно, что пешку h6 ни в коем случае отдавать нельзя Король g7, ладья f1 И вновь бить на поле g4 Довольно плохо, потому что будет угрожать ладья c6 и ладья f6 Такое вот вторжение тяжелых фигур А4 Черные ищут свою контр-игру Ладья c6, ферзь а7 И благодаря этому ходу черные ее получают Поскольку угрожает взятие И у черных тоже есть атака Ферзь f2 Играет Ян Непомнящий И вот здесь наступил первый критический момент в партии Во-первых, здесь у черных был простой ход ab Теперь белые могут сразу же Форсировать красивую ничью Сыграв ладья g6 шах И на король h7 Эффектно пожертвовать ферзя И объявить вот такой вот вечный шах Но если белые после ab хотят рассчитывать на большие То здесь они должны играть cb Но тогда черные забирают пешку на поле g4 Ферзь f6 шах Король g8 И, к сожалению, больше, чем ничья Здесь у белых также нет Поскольку у них, как мы видим, провисает Пункт на поле a2 И у черных есть очень серьезная контр-игра Итак, после ферзь f2 Играет ферзь бьет f2 Тимур Раджабов Ладья бьет f2 И теперь угрожает коне в 5 шах И вот здесь что-то с Тимуром Раджабовым случилось Вот что-то ему тут не понравилось И он сыграл ладья a7 И сделал ужасный ход По сути дела зевок Грубый В то время как Обязательно нужно было играть слом бьет g4 Тут уже хочешь не хочешь Но надо было так ходить Может быть, скорее всего, я думаю, Тимур Раджабову Было жалко отдавать пешку на поле c7 После чего пешка d становится довольно опасной Но ладья c8 Ладья b7 Ладья c3 Черные активизируются Коне в 5 шах Слом бьет f5 еф Получается ладейное окончание Ну и в ладейном окончании На самом деле Получается максимум Что могут здесь сделать белые Я вам сейчас показываю Это демонстрирую У белых получается На самом деле Позиция с перевесом У них две пешки Потенциальные проходные Но, как показывает анализ Черные здесь должны в вариантах держаться Потому что черные успевают Заехать за пешкой h5 После чего у них тоже появляются Две проходные пешки Короче, позиция здесь была бы еще очень сложная Немножечко в пользу белых Но все должно было закончиться в ничью А после ладья бьет f2 Ладья a7 Допускает очень грубую ошибку Тимура Джабов И теперь после коня в 5 шах Ситуация совершенно иная Слом бьет f5 Ладья бьет f5 И пешка на поле e5 Очень слабая Далее пешка на поле b4 слабая И вот сумма этих слабостей Приводит к тому, что у черных безнадежная позиция без контр-игры Ф6 играет Тимура Джабов Ба Ладья f7 Ладья c4 Сразу бить на a4 было плохо Ввиду потери пешки на c7 Теперь же Ян Непомнящий просто спускается ладьей на поле b3 И посмотрите, какая комичная ситуация Сейчас пешка на поле b4 упадет У черных Так или иначе Никакой контр-игры У черных здесь нет Поскольку белые все контролируют На королевском фланге Ну а на ферзевом фланге Белые просто подтянут короля И здесь уже решит пешечное большинство белых То есть оценка компьютера Здесь там что-то около плюс 6 Абсолютно безнадежная Хотя, как мы видим, сейчас Вроде бы на доске материальное равенство Но вот такая удивительная игра шахматы Вроде бы смотришь, считаешь материал Пешек поровну Фигур поровну А позиция у черных просто безнадежная Конечно же, Тимур Раджабов все это прекрасно понимал И он сдался в этой позиции Итак, счет становится 1-0 В пользу российского гроссмейстера Яна Непомнящего Идем дальше Во второй партии белым играл Тимур Раджабов Черным играл Ян Непомнящий Тимур Раджабову надо отыгрываться Он играет коня в 3 Ян отвечает g6 Далее у нас возникает защита пирца у Фимцева То есть Мы видим, что Ян Непомнящий Играет довольно такие вот интересные редкие схемы Которые больше подходят для Блица Нежели для быстрых шахмат Ну и надо сказать, что белым удалось получить здесь довольно существенный дебютный перевес Но без приключений, как это часто бывает, здесь, конечно же, не обошлось Итак, после ладья Б1, ладья С8, ферзь Д2, ферзь Д8 Ловушку ставит Тимур Раджабов Бить, конечно же, на поле Б3 нельзя Ввиду ферзь А2 И теряется конь Ну это совсем такая уж простенькая ловушка Значит, ферзь Д8 Д5 Конь С5 Но черные, тем не менее, грезят О том, чтобы съесть пешку Вкусную пешку на поле Б3 Теперь, конечно же, ход Б4 с вилкой ни к чему не приводит Потому что у черных есть ход конь С4 Ферзь Д1 играет, значит, Тимур Раджабов И это неточность Здесь намного сильнее, если бы Тимур Раджабов забежал вперед Он бы нашел ход ферзь А2 И это было намного сильнее Чтобы понять, почему это намного сильнее Давайте посмотрим сначала, что было сыграно в партии Итак, конь С5 Ферзь Д1 Конь Д7 То есть черные уводят коня Получают ход слон Ж4 И далее успели провести Б5 После АБ АБ разница очевидна Если бы сейчас ферзь стоял на поле А2 Как я вам сказал Белые побеждали бы просто ходом слон бьет Д7 Теперь черные не могут бить на поле Д7 Потому что у них провисает конь на поле А5 Ферзь оказывается перегружен И таким образом У черных не было бы вот этого самого освободительного ресурса С ходом Б5 Понимаете, да, я думаю Здесь же после ферзь Д2 Ладья А8 Конь Д4 Конь С5 Ферзь Б4 Наступает второй критический момент в партии Здесь мы видим, что белые атакуют пешку На поле Б5 Конем и ферзем И все Пешка приказывает долго жить И как бы говорить не о чем Я не помню, еще играет ферзь Б6 И это также неточность Вот соперники, обменявшись такими вот неточностями Значит, сначала белые могли получить большой перевес Если бы сыграли ферзь А2 Вместо хода ферзь Д1 Как было сыграно А здесь Ян Непомнящий Играет ферзь Б6 И это тоже ошибка Дело в том, что в вариантах Ферзь попадает под связку Слона с полей Е3 В то время как ход ферзь Б8 Приводил практически к равной позиции Дело в том, что сейчас белым Ничем брать пешку на поле Б5 Невыгодно Если брать ферзем То это ошибка Черный играет Слон бьет Д4 Уничтожая защиту ферзя Белые вынуждены бить на поле Б8 После ладья бьет Б8 Слон бьет Д4 Конь бьет Б3 У черных уже здесь просто позиция с перевесом Поскольку позиция закрыта И два коня в такой позиции В блокадной Сильнее, чем два слона белых Если после ферзь Б8 сыграть Конь бьет Б5 То вот здесь как раз сказывается Разница положения ферзя на поле Б6 И ферзя на поле Б8 Здесь черные могут сыграть конь Д3 Понимаете? Если ферзь стоял на поле Б6 То такого ресурса У черных просто бы не было Поскольку белые съели бы ферзя на поле Б6 Теперь же ход конь Д3 И что делать белым? Они атакованы Ферзь атакован Если ферзь куда-то уходит Там, например, на поле Д2 То теряется конь Одновременно защищая своего коня на поле Д3 Поэтому ход единственный Ферзь А4 И тогда конь Б2 И здесь уже черные Вернее, белые Должны думать Либо они будут отдавать качество Бить на поле Б2 И рисковать Либо же соглашаться на ничью Вот таким вот Вечным приставанием Таким образом получалась ничья Но после ферзь Б4 И ферзь Б6 Ошибается Ян Непомнящий Следует конь бьет Б5 Ладья Б8 И слон Е2 Все, белые, по сути дела, укрепили коня У них лишняя пешка И далее начинается накат на ферзьевом фланге Как Ян Непомнящий не старался Обострить игру Ничего не получилось Белые потихонечку, постепенно усиливают Позиции всех своих фигур Пытаются сбить блок на поле Б7 и Д7 Вот такой вот коневой И дальше их пешки идут в ферзи Здесь Ян Непомнящий от отчаяния Жертвует качество Но никакой особой компенсации За это самое качество не получает В результате блок оказывается успешно сбит Черные бросаются в отчаянную контратаку Слон Д4 Ладья Д1 Конь С5 Ферзь Б5 Ну и вот здесь Слон Е3 Играет Ян Непомнящий Последней попыткой было сыграть Конь Е4 Вынуждая фактически белых Забрать на поле Д4 Потому что здесь уже грозит матовая атака Со стороны черных Но после Ладья бьет Д4 ЕД Б7 Я думаю что здесь Ян Непомнящий Все понимал Что эту пешку Уже никак не остановить И здесь соответственно Сопротивление бесполезно После ферзь Б5 Он играет Слон Е3 Ну и дальше опять же повторюсь Следует такая вот перегруппировочка Жертвует Ян Непомнящий В результате от безнадеги Ферзя Пытается создать какую-то наподобие крепости Ну и надо сказать что В этой абсолютно безнадежной позиции Ян Непомнящий Сопротивлялся как Лев До самого конца Было сыграно еще очень много На самом деле ходов То есть Ян Непомнящий Просто не сдавался Боролся Но все-таки Неизбежное случилось Тимур Аджабов На 95 ходу Объявляет двойной удар И Яну Непомнящему пришлось Капитулировать Итак Счет между двумя этими игроками Сравнялся 1-1 Идем дальше Белыми играл Ян Непомнящий Черным играл Тимур Аджабов В третьей партии Ян Непомнящий вновь играет Б3 Но Тимур Аджабов Меняет пластинку И играет Д5 После слон Б2 Конь Ф6 Ж3 Слон Ф5 Черные расставляются по науке Слон Конь Ж6 Е5 Конь Ж8 Х4 Х6 Конь Х3 Конь Е7 Конь Ф4 Слон Х7 Конь Х5 И после рокировка Ж4 Конь Ж6 Конь Ф3 Ф6 Играет Тимур Аджабов Еф Конь бьет Ф6 Конь бьет Ф6 И вот здесь На 16 ходу Наступил Критический момент В партии Здесь Тимур Аджабов Ошибается Ходом ЖФ Этот ход Оказывается Действительно Очень неудачным Поскольку Теперь слон На поле Б2 Будет просто монстр Белые в любой Удачный момент Смогут скрыть Позицию Черных ходом Ж5 Здесь очень сильно Было пожертвовать Качество Сыграть Владя бьет Ф6 Дело в том Что пункт На поле Ф4 У белых Очень слаб Туда пойдет Конь Далее Возможно Следующие варианты Если забирать На поле Ф6 То тогда Просто ферзь Бьет Ф6 И здесь Миллион Слабостей У белых И у черных Полная компенсация За пожертвованные Качества Два слона В открытой позиции Угрожает слон Б4 Угрожает Конь Ф4 Далее Владя идет На поле Ф8 Ну и у черных Действительно Полная компенсация Если после Владя бьет Ф6 Сыграть Ж5 Может быть Этот ход Не нравился Тимуру Раджабову То после Аж Слон бьет Ф6 Ферзь бьет Ф6 Аж Линия Аж Вскрывается Ферзь С3 Шах Король Ф1 Конь Ф4 Но опять же Позиция Совершенно Неясная Далее Владя опять же Идет на поле Ф1 Ну и как Показывает Компьютерный Анализ У черных Здесь полный Порядок Но человеку Конечно Жертвовать Вот таким вот Образом Качество Довольно страшно Тем более Что где-то Можно там Получить Конь Х4 Ферзь Выскочит На поле Х5 Какие-то Вот такие Вот призраки Мерещатся Но на самом деле У черных Здесь был Полный Порядок Итак Жф Играет Тимураджабов Это ошибка Следует Ферзь Д2 Теперь пешка На поле Х6 Увы Ах Но погибает Поскольку Король Ж7 Тогда Ж5 Е5 Ферзь Бьет Х6 Конь Ф4 Пытается Тимураджабов Заткнуть Слона И Линии Конем Нападая на Слона Но здесь Я не помню И уже Простор Идет На таран Играя Ж5 Жертвуя Слона Но Брать Его нельзя Ладья Ф7 Играет Тимураджабов И Абсолютно Прав То есть Если забирать Слона То Это все Очень печально Конь Бьет Ж2 Король Ф1 Конь Ф4 Тогда просто ЖФ И дальше Ладья Идет На поле Ж1 И Начинается Страшная Атака Со стороны Белых Значит Ну и другие Варианты Здесь Также Приводят К победе Белых Итак Ладья Ф7 ЖФ Конь Бьет Ж2 Король Ф1 Ферзь Бьет Ф6 Теперь Конь Ф4 Нельзя Сыграть Опять же Из-за Ладья Ж1 И Ладья Ж7 Здесь же Происходит Вот такой Вот переход И Ошибается Тимураджабов Играет Д4 Ладья Ж6 Приводила К ничейной Позиции Дальше Вам показывают Длинный Вариант Король Х1 Е4 Х5 Ладья Ж4 Следует Красивые Тактические Перебои Конь Е5 Ладья Ж5 Конь Д7 Слон Ф5 Смотрите Белые Нападают И делают Вилку Но и черные В ответ Нападают И тоже делают Красивую Вилку Конь Ф6 Шах Король Ф7 Ладья Ж3 Взяли Взяли Король Е6 Ж4 И здесь После Ладья Бьет Ф6 Слон Бьет Ф6 Слон Бьет Ж4 Слон Это лучшее Что могут Сделать Черные Но Получается Позиция Где все Пешки На одном Фланге У черных Активные Фигуры И лишнее Качество Белых Здесь Не должно Сказываться Но после Ладья H3 D4 Играет Тимур Раджабов Теперь Ладья Ж3 Шах Король H8 Ладья Ф1 Укрепляется Ян Непомнящий Заранее Укрепляет Пешку На поле Ф2 Чтобы можно Было Освободить Своего коня Который Вскоре Поскачет Итак Слон D6 Конь G5 C5 Конь Бьет H7 Король Бьет H7 И получается Позиция При тяжелых Фигурах С одноцветными Слонами Ладья F3 Кстати Ход Слон G5 Со стороны Яна Непомнящего Оказывается Так же Ошибкой К перевесу Приводил Ход F4 Такой Вот Небанальный И на EF Король F3 Но Понять это Да было Довольно тяжело Далее Король Идет На поле E4 И белые Уничтожают Пешку На поле F4 В удобной Для себя Редакции Итак Слон G5 Ладья F3 Позиция Вновь Ничейная Ладья G3 Ладья F7 Ладья H3 И вот Только Здесь Вот Ошибается Тимур Раджабов Играя Ладья C8 Зря Уводя Ладью Развязывая Белым Руки Надо было Просто Надвигать Пешки На ферзевом Фланге Играя A5 И ничего Страшного Бы не Произошло После Ладья C8 Ладья Освобождается Ладья D1 CD CD Ладья C2 Ладья D2 И теперь После Ладья Бьет D2 Слон Бьет D2 Ладья C7 Ладья F3 Ладья C2 Еще Одна Ошибка Но здесь Уже Позиция Просто Тяжелая Потому что Угрожает Ладья F6 И далее Ладья C2 Слон G5 Ладья Бьет A2 Ладья Уже Слишком Далеко Зашла И дальше Ян Непомнящий Легко Побеждает Поскольку Его Пешка H Стремительно Мчится Ферзи И после H6 Сдался Тимур Аджабов Угрожает H7 И слон F6 Мат И спасения От этого Нет Абсолютно Никакого Итак Ян Непомнящий В третьей партии Вновь Одерживает Победу И вновь Выходит Вперед Очень Интересный На самом деле Получается У нас Матч Игроки Такой вот Своей Игрой Боевой Как бы Извиняются Перед Своими Фанатами И болельщиками За Четыре Бессветных Ничьих В первом Мини матче Ну что ж Простим их За это Идем дальше Белыми Играл Тимур Аджабов Черными Играл Ян Непомнящий И в решающей Четвертой Партией Тимуру Аджабову Необходимо Отыгрываться Тогда нас ждут Дополнительные Две Блиц Партии И может быть Даже партия Смерти Армагеддон Итак В четвертой Партии У нас был Разыгран Ферзевый Гамбит Улучшенная Защита Тараша Быстренько Соперники Разменяли Много Фигур Получилось Окончание С Четырьмя Ладьями При слонах Белые Накатывают Пешки На ферзевом Фланге И надо Сказать Что здесь У белых Получился Довольно Существенный Перевес Благодаря Атаке Успешной Атаке На ферзевом Фланге Белые Разжились Лишней Пешкой И черным Предстоит Непростая Защита Пока Ян Непомнящий Оброняется Великолепно И вот Здесь После Ладья А3 Тимур Аджабов Ошибается Играя Король Ж2 Уводя Короля Из-под Шахов В то время Как Король Е3 Ладья А3 Король Д4 Ладья А4 Король Д3 Ладья А3 Король С2 Здесь уже Шахи заканчиваются На Ладья А2 Уже Можно закрываться Ладьей С поля Б2 Получается Окончание С лишней пешкой У белых Так вот После ЕД Слон бьет Д5 Здесь у белых Получается Существенный Перевес Теперь Шаха на поле А2 нет Ж5 Король Д2 Слон Е6 Слон бьет Е6 ФЕ Ну и Ладейное Окончание Для черных Получается Довольно Тяжелым То есть Вот таким Вот образом После хода Ладья А7 Белые Вырезают Короля И дальше Пытаются Толкать Вперед Свои Пешки Короче Здесь у черных Была очень тяжелая Позиция Скорее всего Даже Проигранная Но после Ладья А3 Король Ж2 Играет Тимур Аджабов Теперь ЕД Слон бьет Д5 Ладья Д3 И черные Продолжают Шаховать Белого Короля Со всех Сторон Ну а Переход При такой Структуре В слоновое Окончание Без Пешки Абсолютно Безобиден Для черных Здесь крепость Прорваться Невозможно Ну и Поиграв еще Немножечко Тимур Аджабов Соглашается С неизбежным И на 62 Ходу Соперники Соглашаются На ничью Вынужденно Поскольку материала Недостаточно Для мата Так вот Эта самая ничья Приносит Яну Непомнящему Третье место В супертурнире FTX Crypto Cup Наверняка Конечно Ян Непомнящий Рассчитывал На большее Но Не пошла игра У российского Гроссмейстера И третье место Я считаю Тоже достаточно Хорошо Ну а теперь Друзья Мы с вами Приступаем К самому Вкусному И интересному Борьбе За первое Место Белыми играл Магнус Карлсон Черными играл Уэсли Со Первая партия Итак В первой партии У нас Был разыгран Принятый Ферзевый Гамбит Довольно-таки Спокойный Дебют При котором Получается Примерно Равная Позиция Но Как это часто Бывает Магнус Карлсон Пытается Выжимать Воду Из камня И вот здесь После Слон Д2 Конь С5 Конь бьет С5 Слон бьет С5 Ладья Ц1 Слон бьет Д4 ЕД Король Д7 Слон Ф4 Ладья Б7 H4 Во внешне Казалось бы Спокойной позиции Чемпион мира Начинает Выискивать Интересные Возможности Слон Б3 Здесь играет Уэсли Со Это первая Неточность Надо было сыграть Б3 Далее Ф3 Не пуская Коня на поле Е4 Пешка на поле Б3 На самом деле Просто Довольно-таки Существенно Ограничивает Возможности Белых На ферзевом фланге Слон С6 С угрозой Конь Д5 Слон С4 Конь Д5 Теперь Нету хода Ладья Ц3 И нету хода Ладья Д3 Пока висит слон Слон Д2 И успевают Черные сыграть Слон Б5 С упрощением На слон бьет Б3 Следует слон С6 Напали на Слона И заметим Что этого слона Никак не могут Белые защитить После слон бьет Д5 Слон бьет Д5 Б4 Форсировано Белые Как мы видим Остаются с лишней пешкой Но Разноцветные слоны На доске После ладья Ц8 Черные ставят Вторую ладью Затем на поле Ц7 Если белые Не меняются И получается Ничейное Разноцветное Ничейное окончание С разноцветными слонами Итак Слон Б3 Ладья Д3 Слон А4 Слон Е5 Теперь возникли Небольшие проблемки У черных Угрожает слон бьет Ф6 И слон Ф3 Слон Б5 Ошибается В этой позиции Уэсли СО Это ошибка Если сыграть Конь Д5 Это было сильнейшее То после Слон Б7 Конь Ф4 Опять форсировано Получается Окончание с разноцветными слонами Ладья Д2 Разменялись Ладья Ж8 Слон Е5 И снова Ладья Ц8 И здесь опять же Были черные В относительной безопасности Более того Что их король Активнее Чем король белых Структура Закрытая И лишняя пешка В окончании С разноцветными слонами Не приносит Белым Не особо никаких Дивидендов Итак Слон Б5 Ошибка Следует Слон Ф3 Вот такой вот Точный Ход Что теперь делать Если бить на поле Д3 То после слон бьет Б7 Где-то пешка может На А6 отвалиться Где-то могут Белые вторгнуться На поле Ц7 Конь Д5 Слон бьет Д5 ЕД Ладья Ж3 Напали на пешку Ж6 И Ладья Ц5 Напали на пешку На поле Д5 Здесь наступил Второй критический Момент в партии Здесь в ССУ Опять же нужно было Срочно играть Ладья Ц8 Вновь Разноцветные слоны После Ладья бьет Д5 Король Е7 Ладья Ф3 Тогда Ладья Д7 Опять же пытаемся Выменить активную Активные фигуры белых Слон Ф6 Шах Король Ф8 И опять же Сразу непонятно Как белые Должны здесь добиваться победы Сейчас черные Как мы видим Довольно таки активны Они хотят например Вторгаться уже в лагерь Белых Линия Ц В их распоряжении И здесь мне кажется Черные должны Были успешно Защититься Но Весли СО После Ладья Ц5 Начал играть очень пассивно Слон Ц6 Ход плохой Ладья Ф3 Следует с нападением На пешку Ф5 И Х5 Подрыв После Ладья Б5 Ладья Ц1 Отказывается от Разменов Магнус Карлсон Он уже прекрасно понимает Что Вторжение В лагерь черных Будет неименуемо Итак Ладья Е8 ХЖ ХЖ Ладья Х3 Благодаря тому Что слон контролирует Поле Х8 Белые вторгаются В лагерь черных И после Ладья Е6 Ладья Х7 Король Д8 Б3 Ж5 Слон Ц7 Шах Король Е8 Слон Б6 Ладья на поле Б5 Занимает Смотрите Комичное положение Она не имеет Ни одного хода И после Ф4 Ладья Ж7 Здесь Весли Со Сдался Сдался В казалось бы Абсолютно Примерно равной позиции Но Как в партии С Яном Непомнящим Та же самая ситуация Разница в положении Фигур Очевидна Черный Находится Практически В каком-то Полу Патти То есть Ладья не играет Слон практически Никуда не ходит Потому что Сразу следует Решающее вторжение Ладья Если уйдет То будет Слон висеть Атакована Пешка на поле Ж5 Позиция настолько Противная Что Весли Со Даже не стал Продолжать игру А просто Сдался Итак Магнус Карлсон Одерживает победу И выходит Вперед Идем дальше Белыми играл Весли Со Черными играл Магнус Карлсон Вторая партия И во второй партии Весли Со Должен был Пытаться Отыгрываться Разыграна Сицилианская защита Вариант Рассалима ДЕ Слон Е7 Конь Д4 Конь бьет Е5 Тут такая вот Длинная Следует теория Ферзь Ферзь Х5 Ну здесь Конь Д2 Конечно надо было Белым сыграть Не мудрствуя лукаво И позиция у них Явно лучше Итак Ферзь Х5 С5 Конь Д2 Слон Б7 Е5 Ферзь С7 Конь Ф3 Х6 Ладья Е1 Если сыграть Слон бьет Ж6 ФЖ Ферзь бьет Ж6 То белый выигрывает Пешку Но черные Активизируются Ходом Ферзь С6 И здесь У черных Два слона Позиция открытая И компенсация У них Хорошая Итак Ладья Е1 Ферзь С6 Е6 Прорывается У С Лисо Теперь что делать Если забираем Ферзем То следует Вилка Ф5 Если забираем Пешкой То теряется Конь Х4 Е5 Ладья Бьет Ф7 И красивая Разменная Комбинация Со стороны У С Лисо Приносит Белым Довольно Существенный Перевес Ферзь Бьет Ф7 Король Бьет Ф7 Конь Е5 В результате Этой комбинации Белые Разжились Лишним Качеством Ну и дальше Как Магнус Карлсон Не старался У С Лисо Его уже Не выпустил Из своих Цепких Лап Лишнее Качество Сказывается В данной Конь Бьет Ф5 Слон С2 Даже не стал Продолжать Опять же Борьбу Магнус Карлсон Хотя Как ее Продолжать Висит Конь Если бить На поле Ф2 То следует Ладья Бьет Ф2 И Конь Вообще Потеряется После Ж6 Ж4 А Все Размены К выгоде Белых У них Лишнее Качество И отличная Позиция Ну представим Конь Атакован Коню Надо куда-то Уходить Тогда просто Следует Размен Белый Легко Одержит Победу Итак В этой партии Во второй Лесли Со Успешно Отыгрался Счет Становится У нас Равный 1-1 И интрига Возрастает До предела Идем дальше Белыми играл Магнус Карлсон Черными играл Лесли Со В третьей партии У нас Был разыгран Ферзевый Гамбит Улучшенная Защита Тараша Этот вариант Мы с вами Уже видели Неоднократно Когда Белые Значит Время Временно Жертвуют Пешку Но развивают Очень серьезную Инициативу И вот здесь После конь Е5 Слон бьет Е6 Белые идут На форсированный Интересный вариант Конь Д3 Шах Король С2 Конь Бьет Ф2 Кажется Что белые Просчитались Но Все это На самом деле Давным-давно Уже известно Слон бьет Ф6 Теперь Если брать На поле Х1 Качество То белые Осуществляют Решающее вторжение На поле Д7 Конь Бьет Д1 Ладья Бьет Д1 ЖФ Ладья Д7 И несмотря на пожертвованное Качество Черным очень тяжело Закончить развитие Посмотрите Слон с поля Е6 Вырезает Поле Ж8 Для ладьи Очень активные Фигуры Угрожает Просто Конь Д5 И конь Бьет Ф6 С матом Ладья Д8 Ладья Бьет Б7 Ладья Д6 Слон С4 Ф5 И только ход Ф5 Оказался Новинкой Все это На самом деле Встречалось Еще В практике Никиты Витюгова В Трамсе В 2013 Году И там Черным Удалось Одержать Победу Черные Там играли Ладья Д4 Нападая На слона Итак Ф5 Новинка Ладья Бьет А7 Король Д8 Ладья А8 Шах Король Е7 Ладья А5 Напали На пешку Слон А6 Конь Д5 Шах Король Ф7 Если сыграть Например Король Д7 То тогда Ладья А7 Шах И здесь Проблемы Проблемы Потому что Король С6 Не сыграешь Ввиду Ладья С7 Мат А если Король Сыграешь Е6 То Ладья Е7 Мат Поэтому Здесь Позиция Уже просто Становится Очень тяжелой У черных Они вынуждены Спуститься Королем Ну и здесь У белых Очень серьезная Атака Поэтому После Конь Д5 Пришлось Вставать Под скрытый Шах Король Ф7 Конь Е3 Король Ж6 Конь Бьет Ф5 Ну и здесь У белых Полная Компенсация За пожертвованное Качество Уже у них Две пешки В запасе И черные Предпочитают Просто Занечеяться Король Ж7 Вот-вот Черные Наконец-то Введут Вторую Ладью В игру Но белые Не позволяют Им это сделать Постоянно Шахуя Черного Короля И получается Ничья Вечным шахом Итак Третьей партии У нас Ничья Счет По-прежнему Равный Идем Дальше Четвертая Партия И в четвертой Партии Стало понятно Что игроки Уже Решили Играть Дополнительные Две Блиц Партии Поскольку В испанской Партии Варианте Рио-де-Жанейро Была исполнена Знаменитая Ничья С пляской Ферзей По полям Е4-Д4 И Е6-Д6 Очень частый Гость В практике Гроссмейстеров Когда нужно Быстро Расписать Ничью Итак Четвертой Партии По сути дела Не было И теперь Друзья Мы с вами Смотрим Тайбрейк Две Дополнительные Блиц Партии Белыми Играл Магнус Карлсон Черными Играл Уэсли Со Первая Блиц Партия И Магнус Играет Б4 Пытается он Полностью Очень интересную Зарисовку Я сразу Я сразу Наверное Наверное Взяли Взяли Б7 Магнус Непрех Неприхот Неприхотливо Разыграл Дебют Получается У нас Сицилианская Защита Вновь Вариант Рассалима Белые Расставились По уму По грамоте И черные Бьют пешкой Чтобы попытаться Использовать Силу Своей Проходной Конь Б5 Ферзь Д8 Ферзь С2 Слон С6 Далее Следуют Опять же Маневры Ну и Надо сказать Что Здесь Вослисо Начал Нервничать Когда пешка Дошла До поля А4 Стало Уже Не до смеха Не до жиру Как говорится Быть бы живым Ферзь С3 Конь Б3 Конь Вторгается Конь А7 Ферзь Д7 Конь Бьет С6 Ферзь Бьет С6 Пешка Остается В живых Ладья Б1 Конь Д4 И вот Здесь Конечно же Наступил Критический Момент В партии Здесь Надо было Просто Бить На поле Д4 Уэс Лисо На ЕД Бить На поле Д4 Так Бить На поле Д4 Не подставлять Ферзя Конечно же Это я просто Не туда Мышкой Ткнул После Ферзь Бьет Д4 Слон С5 Последовал Тогда Ферзь С3 Ладья Д8 Ну и После Ладья Б5 А3 Да У белых Вернее У черных Пешка Прошла Уже Далеко Но Белые Здесь Все Заблокировали Слоны Разноцветные И белые Здесь Никак Не должны Были Проиграть Но После Конь Д4 Вес Лисо Сыграл Ф4 Он Намеревается Сбить Коня С поля Д4 То есть Вышибает Из-под него Туба Редку Но Ф6 Магнус Укрепляет Пешку Теперь На поле Д4 Нельзя Ввиду Слон С5 И потеряется Ферзь Ферзь С2 А3 А здесь Уже Извините Совершенно Другой Калинкор С5 Скидывает Пешку Уэсли Со уже От отчаяния Понимая Что Магнус Его переиграл Ферзь Бьет С5 Ферзь Бьет С5 Слон Бьет С5 И несмотря На разноцвет У белых Очень плохой Слон Ограниченный Своими Пешками Далее После Слон Е2 Ладья Б8 Магнус Отвоевывает Вертикаль Б Ладья С1 Ладья Б2 И вот В этой Позиции Опять же Надо было Сыграть Ладья С А1 Попытаться Все-таки Держаться Ладья Бьет А2 Ладья Бьет А2 Но здесь У черных Уже был Довольно Существенный Перевес Они могли Дальше Мчаться Королем На помощь Своей Пешке Но После Ладья Б2 Слон Ж4 Играет Уэсли Со Пытается Поймать В ловушку Чемпиона Мира Понятно Что сейчас Бить на поле А2 Плохо Ввиду Слон Бьет Е6 Такого Двойного Удара И у Белых Все в Порядке Но Здесь Уэсли Со Зевнул Ход Ф5 И когда Этот ход Был Сделан Уэсли Со Все Понял Он понял Что он Проигрывает К сожалению Проигрывает Имея Белый Цвет И Преимущество В счете С чемпионом Мира Вот действительно Магнус Карлсон Очень всех Пугает И Играть с ним Чрезвычайно Тяжело Шахматистам Всех Мостей Ну что здесь Сделать Выясняется Следующее Что если взять На поле Ф5 То Просто теряется Ладья Теперь шаха На поле Е6 Нет у белых Если же Забрать на поле Ф5 Так Ну это мы уже Видели А других Собственно Идей нет Но ладья Бьет Б2 Следует АБ И теперь Атаковано И ладья И слон И вновь Белые несут Решающие Материальные Потери Сейчас мы Видим Как Магнус Карлсон Когда Уэслисо Остановил Часы И признал Своё поражение Показывает Кто здесь Хозяин Магнус Просто Своими Жестами Ну невозможно Смотреть Без улыбки На эмоции Чемпиона мира Действительно С эмоциями Шахматный матч Смотрится Гораздо Зрелищнее Итак друзья Счёт 1-1 Также И в Блиц Партиях И теперь Нас ждёт Партия Смерти Решающая Партия Армагеддон Где у белых Будет на минуту Больше И белых Не устраивает Ничья Смотрим Итак Белые фигуры По жребию Принадлежали Чемпиону мира Магнусу Карлсону Обороняться Предстояло Уэслисо В решающей Партии Партии Смерти Армагеддоне У нас была сыграна Итальянская партия Магнус Карлсон Накатывает Пешки На ферзевом фланге Злоёвое пространство Прёт вперёд Своими пешками И на самом деле Белые получили Довольно существенный Дебютный перевес За счёт того Что у них Гораздо больше Пространства Уэслисо Здесь начал Надолго Подолгу Задумываться И вот ход Ф6 Оказался Чрезвычайно Неудачным Со стороны Американского Гроссмейстера Дело в том Что после Слон Д3 Конь атакован Ф5 Пришлось играть Фактически Потеряли Чёрный Целый темп И теперь Проходная Пешка Е Оказалась У белых Магнус Собрал всю Волю в кулак Начал Играть Просто В какую-то Бисовую силу И через Несколько Ходов Случилось Неизбежное Уэслисо Начал Попадать В цейпнот Ошибаться И Магнус Карлсон Начал Собирать Урожай Пешка Идет вперед Следует Ферзь Д7 Шах Размен Ферзей Замечу Что пешка На поле Б7 У чёрных Всё время Была атакована Магнус Защищает Свою пешку На поле Д7 И дальше Начинает Собирать Урожай На Ферзевом Фланге Конь Е5 Взять на поле А5 Но всё равно Это только Отсрочивало Неизбежное Ну а после Конь Е5 Вадя бьёт Б7 Король Ж6 Тут уже Уэслисо Вы сейчас видите На ваших экранах Видео Улыбается Он всё прекрасно Понимает Что он проигрывает Проигрывает Когда имел Все абсолютно Шансы На победу После Вадя бьёт С7 Магнус Карлсон Дожидается Сдачи соперника И снова Коронный жест Чемпиона мира Магнус что-то Кричит в экран Не знаю Наверняка Я думаю Если бы Магнус Карлсон Был русским То это был бы Скорее всего Отборный Трёхэтажный мат В шахматах Мат Это дело Неизбежное Ну а здесь Чемпион мира Выплёскивает Свои эмоции И действительно Магнус Карлсон Настоящий Чемпион мира Он действительно В решающий момент Собрался И показал Чемпионский дух И характер Ну кто ещё Друзья Способен На такие Камбэки За это Мы и любим Чемпиона мира За то Что он Не устраивает Цирк С Росписью Четырёх Ничьих Подряд Да Магнус Карлсон Иногда Способен На какие-то Штучки Как например С Хикару Накамурой Да Сыграть Там Королём Какой-то Вот такой Лёгкий Троллинг Но в основном Магнус Карлсон Боец Настоящий Боец Которых Мало Сейчас В Больших Шахматах За это Мы с вами Его И любим Итак Друзья Сейчас На экране Вы видите Сводную таблицу То есть Кто как Сыграл У нас Во втором Мини матче Также Вы видите Пьедестал Почёта Третье место Занимает Ян Непомнящий Российский Гроссмейстер Также На экране Вы видите Его денежные Вознаграждения Второе Место Занимает Американский Гроссмейстер Уэсли Со Ну а Первое Место У чемпиона Мира Магнуса Карлсона И также Друзья Вы видите Сводную Таблицу Всего Супер Турнира То есть Кто Какое Место Занял В супер Турнире И какой Денежный Приз Получил Вся информация Перед вашими глазами Смотрите Изучайте Ну а у меня На сегодня Все Друзья Если обзор Вам понравился То ставьте лайки Подписывайтесь На канал Нажав на красную Кнопку Внизу Видео Или же На Кнопку С изображением Фигурного коня Которая вскоре Появится Прямо посередине Этого Ролика Также Для вашего Удобства Если вы щелкнете По левой Конечной Заставке То вы увидите Обзор Предыдущего Игрового дня Супер Турнира Значит Крипто Кап Если же Вы щелкнете По правой Конечной Заставке То вы увидите Обзор Следующего Игрового дня Этого же Супер Турнира Все сделано Для вашего Удобства Чтобы вы Не пропустили Ничего Важного И интересного Надеюсь Что вы Оценили Мои старания Все что я хотел Сказать Я сказал Увидимся На обзоре Следующего Тура Супер Турнира Серии Champions Chess Tour Играйте в шахматы Любите шахматы Всем Счастливо